там по моторе 8 или 10 что такое даже не знаю вот если честно мне так ладно сегодня привет у нас сегодня 6 сентября тема очередной форум представь свой форум тогда думаю то лучше раз к форум да я сразу скажу на сегодня мы принципе делаем такой небольшой анонс а форум это форум который принципе он может скачать на текущий момент он самый насыщенный по контенту принципе более насыщенного форума еще не было это более 17 часов контента получается более 11 спикеров в принципе начнем сначала да в первую очередь форум будет проходить в одессе он будет проходить с 19 по 21 сентября 2018 года соответствующие уже грубо говоря в этом месте там осталось совсем немного мы ожидаем более 100 человек к сожалению уже все оффлайн места распроданы полностью они были распроданы достаточно быстро даже в принципе половина нас была распродана до того как у нас были анонсированы все спикеры вот что мы в принципе ожидаем да то есть мы понимаем что у нас контента достаточно много и мы хотим осветить наши мероприятия максимально обширно для того чтобы все могли скажем если не оффлайн то хотя бы онлайн поучаствовать и получить качественные интересные знания которые будут принципе всем полезно что у нас есть как я и сказал у нас есть 11 спикеров даже можно сказать более 10 потому что команда силу будет выступать возможно что либо один спикер либо двое трое потому что заявлено трое человек это проект виталия савриги которые в принципе можем сказать по порядку да то есть какие основные темы у нас как мы касаемся да то есть в первую очередь мы будем касаться понятно логично до торговли на amazon торговли на ebay и так далее значит мы постарались подобрать такой набор спикеров которые в принципе осветят максимально самые самые актуальные на текущем момент вопросы да то есть у нас например будет выступать максим дубинец касательно инвойсов да то есть один из самых принципе таких если можно я наверно включу экран чтобы было видно расписание чтобы людям было понятно более так у кого-то звук идет вот идет звук такой шум так отлично значит расписание видно сразу покажу по тематике как я сказал у нас будет выступать максим дубинец по вопросу он разложит вопросы по инвойсам полностью на мелких купиц для того чтобы было понятно что к чему да и что происходит вообще какие тенденции идут у вас будет или на линдерман известный русскоязычный бухгалтер в сша которая расскажет в принципе основные основные аспекты по налогам то есть это касательно и селс такса это касательно налогов на прибыль то есть для тех людей которые опять таки будут и планируют открывать свои компании под торговлю на амазоне опять-таки переходим из компании сша мы переходим к сергею ткаченко и иметь циклину да который нам расскажет и во первых их опыт как они это все делают да то есть как они опять-таки договорятся с поставщиками как открытие компании такие нюансы поведению компании по бухгалтерии куда-либо и далее 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 значит что касается следующего да у нас будет отличный контент тут по ebay от олега белоногого то есть принципе многим из многим многим известный продавец на ebay который в принципе сколько уже наверное более двух лет до более двух лет торгует на ebay имеет достаточно очень хорошие результаты и в принципе на текущий момент его можно назвать специалистом номер один специалист номер один ну что там пересекается с нашим одним персонажем известным скажем так лучшим специалистом по ebay на текущий момент русскоязычном сообществе вот принципе контент достаточно будет интересный и знаю как олег выступает и как он выкладывается я думаю что всем будет интересно возможно многие перейти на ebay либо рассмотрит такую возможность что касается следующего богдан депленко у него тема кумерс экосистема очень обширная тема вообще богдан и в принципе его проект импорт сарта достаточно интересный у них подход они скажем так у них направление очень широкое то есть они специализируются и на выводе продуктов на walmart если не ошибаюсь на джатком также торговля в арабских эмиратах еще кому-то странно я точно сейчас чтобы я не врал и не буду называть просто я точно не помню в принципе с этим можно ознакомиться на их группе опять-таки по касательно по выступлению его опять-таки будет достаточно интересный контент анонс этого выступления можно прочитать на нашей странице я ссылки добавлю в принципе я добавлю либо группу мероприятия которые если ну опять-таки туда и туда могу скинуть значит что касается следующего руслан жмаю наверное самый самый непредсказуемый самый интересный спикер конкретно программы никто не знает что о чем он будет говорить тоже никто не знает но при этом скажем так он обещает что контент будет интересно посмотрим в принципе достаточно интересно такой будет как так сказать сюрприз опять-таки это все узнаете более скажем так руслан достаточно харизматичный человек что касается следующего по второму дню как мы сказали то есть это будет это будет бухгалтер или на линдерман это будет каченко это будет циглин и выступление павла миланича конкретно по мерч май амазон достаточно интересная тема интересное направление новое относительно да и принципе на текущий момент вашу можно назвать тоже одним из самых лучших специалистов данном вопросе и принципе те люди которые состоят в специализированных группах по мерчу они не дадут соврать да что паша иногда дает очень интересный контент плюс насколько я помню выступал у сейлс хаба это был то ли вебинар то ли интенсив вот и соответственно тоже контент него должен быть очень интересный плюс мне очень интересная скульптура будет там скажем в которую заложены то есть грубо говоря это будет интересно как новым людям которые только собираются либо только пришли в мерч это также будет полезно тем людям которые уже имеют какой-то опыт там полу годичный и по годичный и так далее значит поэтому в принципе за этот контент тоже мы не переживаем значит что касается следующего да это команда sales 2 стил 2 прошу прощения да это виталий саврига это максим герасичев это александр ковалев принципе достаточно известные люди в нашем сообществе известны они один из товаров которым они известны да это вот эти вот колесики новые для офисных стульев до которые были выведены на кикстарте в принципе много кто знает кто не знает я советую поинтересоваться в достаточно ввести виталия савригу в крупнейшее сообщество то есть помощь также команда тоже он делать и просто и познакомиться достаточно интересно у них тоже будет контент они расскажут по поводу вывода товаров на кикстартер и последующая жизнь непосредственно по непосредственно продолжение жизни этого товара дальше по на амазоне и так далее то есть грубо говоря завод товара непосредственно через кикстартер на amazon и дальнейшее распространение то есть очень тоже интересный контент я думаю что многим будет интересно и многие для себя да те кто рассматривает private label возможно думать о том что стоит начинать все таки не с копирования какого-то товара да непосредственно придумать что-то новое что-то возможно изобрести это реализовать средства сбора денег на кикстартере и дальнейшее выходить на amazon и другие площадки по теме же краудфандинга будет у нас выступать в принципе это те тот спикер да и та компания который я ну скажем так безумно хотел пригласить еще на предыдущий форум лично у меня эта компания вызывает сумасшедший интерес сумасшедшее восхищение за счет того что компания очень быстро разрослась и за менее чем за три года они по сути завоевали практически большинство стран они звони надо на текущий момент продаются на всех амазонах мира да абсолютно где где-то там их товар точно также продается это компания югирс известный производитель деревянных конструкторов для взрослых и выступать будет непосредственно их директор сооснователь компании геннадий шестак безумно интересный контент безумно интересный их опыт особенно в том русле что по сути не считая ликюроводочных компаний это единственная компания которая приходит на ум и самая известная которая достигла какого-то успеха за границей грубо говоря как украинский продукт что касается следующего да максим дубинец как мы говорили да это непосредственно вопрос п impliedовое сам достаточно тоже актуальный вопрос потому что им войсами непонятно что будет как будет и т.д. почему их запрашивает как их запрашивают как эти вопросы решать как следует так чтобы не запрашиваем до Stellen самим об этом все у нас у нас concept безумно тоже интересное пьянт дубинец я знаю как童м у маэсии умеет подать материал как он умеет зажечь как он умеет это все разложить конкретно понятно да сложных простыми словами соответственно тоже больше чем уверен что у людей останется более чем приятное и полезное впечатление от этого выступления, и люди много чего-то себя поймут. Дальше. Замыкает наш, скажем, наше мероприятие Артем Коршун. Все, кто знает Артема, все, кто следят за его успехами, за его просто мечтают, в принципе, знают, что это достаточно один из самых опытнейших Amazon-продавцов по модели Private Label. И кто смотрел его лайвы, кто лично знаком, знают, что это безумно харизматичный человек, который может действительно очень интересно, красиво, подробно, полезно рассказать про все какие-то нюансы, то есть, грубо говоря, скажем, нет смысла его рекламировать, потому что этого человека много кто знает, и касательно его выступления я, скажем, никаких сомнений в этом плане не питаю. То же самое, что касается и других спикеров. Значит, в принципе, по программе мы прошлись. Что касается следующего. К огромному сожалению, офлайн-места, они были ограничены. Объясню почему. Потому что мы старались выбрать максимально красивую, максимально классную локацию, потому что по сравнению с предыдущим форумом, мы пытаемся, каждый форум, мы пытаемся увеличивать наш уровень. Значит, на текущий момент локация, качество, подход еще на более высоком уровне. Действительно, мы планку задрали очень высоко. Это будет все проводиться в, в принципе, я считаю, что это лучшее место. Если не в Украине, то в Одессе это точно для проведения подобных мероприятий. То есть конференц-зал с видом на море, новая гостиница с прекрасным дизайном, прекрасным обслуживанием, прекрасные кофе-преки. Грубо говоря, ну скажем, никаких там нюансов, никаких негативных отзывов по ним нет. Единственное, что, единственный нюанс, это то, что у них есть ограничения в непосредственно конференц-зале, это не более 120 мест. За счет этого, да, несмотря на то, что мы, скажем, все оффлайн-места мы продали, мы приняли решение, что нужно организовать достаточно качественно хорошую онлайн-трансляцию. Те люди, которые смотрели онлайн-трансляцию форума в исках, они не дадут соврать, что трансляция была действительно у нас на самом высоком уровне, с прекрасным звуком, с прекрасной картинкой. Отлично было видно спикера. Ну, грубо говоря, вот эти, ну, скажем так, я находясь на данный момент не в Украине, имея возможность на тот момент посмотреть только онлайн-трансляцию, я был в огромнейшем восторге, потому что уровень действительно большой. Что касается стоимости онлайн-трансляции, это 50 долларов с человека. В принципе, это не те деньги, которые стоят тот контент, который непосредственно будет. Поэтому, грубо говоря, учитывая тот объем информации, который можно за эти 50 долларов получить, в принципе, он абсолютно несравним. Это, ну, скажем так, и опять-таки, я не пытаюсь продать, я действительно хочу, чтобы вы имели возможность наследиться этим контентом. И почему я это говорю? Потому что мы планируем, что записи мы будем продавать еще месяц после проведения форума, на том мы продажи полностью прекратим, то есть, грубо говоря, чтобы все, кто имеет желание, с этим всем ознакомились, и чтобы непосредственно все, кто хотели, это все увидели, и дальше, чтобы оно не пошло по рукам. Мы, еще раз напоминаю, это некоммерческое мероприятие, мы на этом зарабатывать не хотим, да, и не планируем, потому что это делается для сообщества. То есть, в принципе, все, что делается, это абсолютно полностью организация, она покрывается, вся стоимость организации, она покрывается полностью непосредственно в участке. В принципе, по мероприятию, по-моему, я все сказал. И если есть какие-то наводящие вопросы, я с удовольствием хочу, хотел бы их прочитать. Есть вопросы? Давай. Я пока что не вижу, сейчас секундочку, я стоп-шерстелаю. Так, а вопросы где у нас находятся? Вопросов пока что нет. Да, какие там вопросы? Сейчас, сейчас, сейчас я. Сейчас, сейчас открою себя. Вопросов нет? Да, ну, тут, в принципе, все понятно, по большому счету. Да, в принципе, как я обещал, я скину ссылку на... Куда мне скидывать? И сюда, и сюда? Да, в Facebook лучше скидывай сюда, не надо особо. Скинь ссылку в мероприятие лучше всего. Вот, и пост, который я сейчас в Facebook написал. А так, в YouTube, в любом случае, основная масса у нас смотрит записи. Я в YouTube ее разложу. Хорошо. Так, сейчас я напишу. Facebook.com. Да, значит, я выкладываю непосредственно страницу мероприятия, точнее, не мероприятия, а форума. Там будут анонсы всех абсолютно спикеров. То есть, с этим можно будет более подробно ознакомиться, чтобы было более понятно. Ты в этот раз там будешь? В Одессе или не приедешь? К сожалению, я буду онлайн. Понятно. На текущем. Да, а на следующий форум, я думаю, что, в принципе, мы уже этот вопрос, я думаю, что поднимем, и думаю, что можете, я и приеду. Следующий форум. Еще не думали, когда проводить? Ну, смотри, тут какая ситуация. У нас идеи следующие есть. То есть, мы бы хотели форум, во-первых, с одной стороны, провести более масштабно, потому что, на самом деле, действительно, очень много желающих. Это первое. Второе. Мы бы хотели как-то потихоньку... Международный уровень переходить. Да, то есть, либо его проводить масштабно и проводить его в Киеве, потому что, по сути, чтобы набрать его порядка 300-400, 500 человек, это только Киев, по сути. Да, потому что это самое удобное. Куда можно добраться, куда можно долететь и так далее. Значит, или второй вариант мы бы хотели провести за границей. Да, касательно за границей, это либо Кипр, либо Турция, либо такая достаточно сумасшедшая идея провести это в США. Чем интересен вопрос проведения мероприятия в США, то, что это при официальной полностью организации, то есть, опять-таки, с компанией, с этим всем, можно это мероприятие использовать как достаточно кодисомый аргумент для получения визы. То есть, если не грубо говоря, то есть, люди получают одновременно и компанию, они получают визу, они получают возможность приехать лично в США, опять-таки, кто хочет компанию, кто хочет счет банк открыть, либо еще что-то. Ну, идея понятна, смысл-то понятен, и вопрос шансов, если проводить в США шансы, кто туда доедет, первое, это должны быть уже реально местные, местная страна тоже не маленькая, тоже надо место определяет, правильно? Даже и не Украина, и не Киев, так скажем. То есть, это в любом случае расстояние большие, и все, и восточные, и западные побережья, и Флориды, и Нью-Йорк, разные места, так скажем. Вот, и опять же... Ну, смотри, в любом случае, если мы берем за целевую аудиторию, грубо говоря, то, что у нас приедет достаточное количество людей из России и Украины, ну, в принципе, те же страны, которые приезжают обычно на наши форумы, мы, грубо говоря, понимаем, что самое удачное место для проведения это Нью-Йорк, да, потому что, по сути, все рейсы прилетают. Если проводить это в Майами, это получается значительно дороже. Например, перелет с Киева в Майами, там, получается, порядка, там, тысячи, тысяча шестьсот долларов, если я не ошибаюсь, по последним цифрам, которые я видел. То есть, в Нью-Йорк это стоит, там, 500-600 долларов, да, в зависимости от того, ну, грубо говоря, до тысячи, да, то есть, это, соответственно, в Нью-Йорк много будет. Делать Лос-Анджелес, делать на Западе еще более сумасшедшая идея, чем в Майами, потому что еще тяжелее добираться, это, считай, если, допустим, из Киева в Нью-Йорк лететь, то ли семь, то ли восемь часов перелета, считай, в Лос-Анджелесе еще там, какие-то, три-четыре часа. Ну, как в Таиланд, да. Да, ну, как в Таиланд. То есть, это можно с ума сойти, соответственно, нету никакого смысла. И людям потом не надо было... Ну, логично, абсолютно логично. Да, они только захотят спать, и нафиг им эти все форумы, и так далее, и так далее. Ну, здесь уже просто, да, ты все правильно говоришь, это как вот мы в Сочи тоже не набрали людей количество просто вопроса именно зрелости. То есть, первое, это зрелость спикеров, необходимость людей контента, и второе, реальные возможности и желания. То есть, вот это вот доехать, эти расстояния преодолеть. Вот, потому что, ну, мне с Россией абсолютно, наверное, так же, только по времени. В Нью-Йорк проще долететь, чем в Киеве, потому что мне еще надо в Минск, я так понимаю, а потом только это самое. И тоже таможня, не факт, что там пройдешь, ну, не знаю, короче. Так что в этом отношении, да. Но есть момент шансов. С Украины вам, наверное, будет намного проще получить, ну, у кого нет, виз, чем с Россией. Это 100%. То есть, возможно. Скорее всего, что да. Сейчас, очередные... Да, очередные эти санкции, санкции только телевизору, только вот это, если включишь вот эти вот, долбоящики-то, ё-моё. Там они только об этом и говорят, я не знаю, они в какой-то другой жизни живут, то есть, им не надо думать там, я не знаю, о хлебе насущем там, не надо думать там, о детях, которые 1 сентября пошли. Они думают о каких-то там, таких эфемерных вещах там, ё-моё, то есть, из-за этого я даже... Я даже не знаю, смотришь на это, думаешь, то ли они нас хочут, это, зрелищем вот этим вот, шоу, шоу Бенихилу, ё-моё, нам устраивают постоянно каждый год. И я даже не знаю там, чего там устраивают, кто кому что. Вот, из-за этого, конечно, если, если действительно вероятность форума повысит, ну, наверное, но это будет всё равно такое кулуарное мероприятие больше. Из-за этого, наверное, вам, ну, я бы посоветовал, наверное, два. Есть ещё варианты, есть ещё варианты, это объединить эти все мероприятия, и реально, когда вот на кантон едет народ, вот, в Китае в любом случае всё это можно, мне кажется, можно всё это провести. Ну, смотри, такой ещё вопрос. Если проводить, например, два мероприятия, да, то одновременно, то есть, под нашим, опять-таки, брендом, по сути, это надо провести, если, грубо говоря, если в Украине, то это федераль, если проведение в США, то это, однозначно, это группа, это четверг год, то есть, это август, сентябрь, следующего года. Почему? Потому что проведение мероприятия за границей, оно требует намного больше, большего количества времени, намного больше усилий, потому что это не в Украине договориться, да, ты взял, позвонил, и тогда, то есть, опять-таки, если проводить в США, это надо непосредственно открыть компанию, это надо совсем договора запустить, опять-таки, людям надо время для того, чтобы пить билеты, податься на визу, чтобы забронировать, и так далее, то есть, там геморроя, сумасшедшее количество. Ну, я говорю, я не знаю, просто, насколько наше сообщество созрело уже на такими, но в любом случае, в Америке огромное количество продавцов. плюс, в Америке, в Америке, опять-таки, достаточно тоже большое, широкое, скучное комьюнити, в принципе, и за это тот вопрос. У меня тут вот эти все мероприятия, на данный момент, вот я провел несколько, то есть, у меня был формат чуть-чуть другой, я и планирую его проводить потихонечку, это спикеры. Спикеры меня напрягают, потому что одни и те же лица, но и все об одном и том же, из пустого порожнего, вот это меня реально, честно могу сказать, смущает. Неважно, как мы их будем представлять, что они хорошие, классные чуваки, или не классные, неважно, кому-то нравится, кому-то нет, но вот со спикерами проблема, дефицит, потому что ты привлекал на прошлых форумах, насколько я помню, и почту, и упаковку, и этих, а в наше сообщество очень мало приходит таких вот людей, которые одновременно, не заезженные темы, а полезные темы, именно вот этому сообществу, которое, вот, и одновременно, и одновременно это что-то новенькое, потому что, ну вот реально сейчас нужны, там нам вот, мы говорим о внешнем трафике, говорим, 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 я ни одного спикера не услышу, мы говорим только о продавцах, я с продавцами профессиональными общаюсь, каждый день, они, мы уже друг друга это самое, уже там, я не знаю, плеш проели, то есть мы в основном общаемся, у нас проблемы, мы там это спросили, то есть, а вот именно что-то новое привнести, что-то действительно такого, очень сложно, я вот, вот этих людей, почему, то ли они скрыты как-то, то ли ихими услугами пользуются определенный какой-то пласт, ну, то есть, вот у меня есть там, я его никому не дам, у меня есть классный дизайнер, я его никому не дам, я, моя корова, я ее буду доить, вот, из этой серии, и вот если бы, как-то вот чуть-чуть вот это вот расширить, самое главное, тут ребята, мы как бы занимаемся не какой-то фуфлыжничеством, а реально потребители услуг, ну, реально, что тут говорить вам, реально потребители услуг, и огромное количество услуг, эти ребята потребляют, но я, кроме, что у меня в группе, кроме вот этих тупо рекламы, я фотограф хочу отрекламировать себя, я говорю, ну, базар нет, но я говорю, вот таких, как ты, мне через день каждый, то есть, один фотограф мне предлагает, 3D рендер, там, я не знаю, Саня Лисин, неважно, вот эти банальные вещи, которые все делают, ну, ко мне никто что-то не пришел, чтобы, например, там, мы вот с Сашей там общались, по поводу настройки вот этих всех чат-ботов, все остальное, чтобы люди пришли и настраивать нам там, Facebook там, рассылку там, я не знаю, создавать аудитории, ну, то есть, такие вещи, которые связаны с продажами напрямую, да, приходили форварды, да, приходили, кто занимается логистикой, всем этим вещами, но к нам ни разу что-то, ни один производитель не пришел, даже местный, е-мое, понимаешь, ко мне периодически в речку стучатся люди, которые, вот ты сейчас сказал про эти деревянные игрушки, а мне сказали, ну, вот, у вас там делают это вот фирма, известная, я уже с двумя аналогичными работал, я говорю, ну, у вас же, говорю, есть там какая-то известная, да, у нас вот в Украине, половина, говорит, полукраина эти деревянные игрушки делает, я говорю, понял, никто не спорит, никто не спорит, я тебе просто говорю по факту, я не сталкивался, я этого не знаю, это не моя тема, вот, ну, ко мне вот даже на лайвы, никто не пришел и сказал, вот, ребята, я вяжу носки, или там, я не знаю, мочалки, или там, hairbrush, я не знаю, расчески, и давайте это самое, что-нибудь это, мне нужны там, действительно, то есть, в личку иногда что-то как-то стучатся, там, бренды и все остальное, там, я, например, с Россией, когда ко мне случалось, там, я помню, многие там, с кошельками, с кожей, с этим, с тем, я говорю, а вы знаете, как вы вывозить будете вообще, ну, то есть, просто вы вообще представляете, когда вы поймете, как вы будете делать доставку в США, тогда приходите, мы, соответственно, будем уже говорить о том, как будем торговать там, то есть, сначала надо это, я же не сделаю вам все, то есть, я как бы не специалист по доставке, я не форвардер, я там, я понимаю, что могу вам дать контакты, складов, предцентры и все остальное, вот когда уже находясь в Америке, вам нужны документы, нужны сертификаты, нужно куча всего, но это не ко мне, вы производитесь, вы должны этим заниматься, я занимаюсь вам продажами, то есть, вы мне сказали, я вам стратегию, вы мне сказали там, я говорю, вот, дело простое, да, у меня, ну, простой, да, отчасти, то есть, вы подготовите, я могу создать бизнес-план, примерно затрат, и примерно, что вы с этого можете получить, или хотя бы проанализировать нишу, потому что основная масса, с которой к нам приходят, не могут проанализировать нишу, в принципе, они говорят, там есть продажи, мы открываем, там нет продажи, я говорю, где вы видели, что там есть продажи, ну, то есть, люди не могут проанализироваться, и это вот, скажем, на это время тратишь, и потом вот народ обижается, а почему вы это за ним, а почему я должен, например, там, ну, не знаю, там, раз в неделю, как минимум час убивать, вот на эту фигню, то есть, просто, когда люди приходят, и уже, с них и денег как-то обидно, ну, не хочется им помогать. Да, потому что денег стрёмно взять за то, что просто открыт, там, я не знаю, элементарные программы и сказать, ну, ребят, я-мое, ну, вот по вашим ключевым запросам продаж нет. Может, они где-то есть. Дайте мне их. Но я не буду сидеть за вас ещё это искать. Я могу, ну, 5 минут, там, 10 потратиться на то, что просто зайти и сказать, ну, да, есть о чём говорить, можно там дальше продолжать разговоры. На данный момент вы просто показываете. И вот таких вот моментов миллион. Из-за этого я говорю, спикеров, спикеров, вот сейчас на данный момент, мне кажется, дефицит не место, а именно спикеров, потому что вот сам, прикинь, ты ещё 2-3 формы прогонишь, ну, вообще беда, ё-моё. Я тебе сейчас объясню. Ну, смотри, во-первых, специалистов много, да, но не каждый специалист является хорошим спикером, да, потому что... И это тоже. Ты можешь быть сумасшедшим специалистом, ты можешь очень классно в всём разбираться, но рассказать людям, чтобы они это поняли, сделать это красиво, ты не сможешь, да. Что касается второго. На данный момент это третий форум, который... с которым... с организацией которого я имею непосредственное отношение. Каждый раз, когда мы анонсируем следующий форум, я в принципе не представляю, кто будет выступать. Да, у меня иногда бывают такие, грубо говоря, люди, которых я приблизительно понимаю, что вот мне было бы интересно пригласить, но конкретно чего-то я не понимаю, грубо говоря, кого бы мне пригласить, да. И потом уже постепенно, через месяца 2-3, уже люди сами начинают как-то подтягиваться, какие-то новые темы, то есть с тем поговорил, с тем поговорил, с тем поговорил, понял, что людей интересует, да, и так далее. Опять-таки еще добавляю достаточно много того, что интересует меня. Что касается тематики, да, в принципе, можно обратить внимание, что первый форум, он касался амазон и ebay, да, то есть у нас Олег Домоги выступал по ebay, все остальное, это был только амазон, то есть по орбит-друпшиппингу, по орбитражу, правил лейбл, выступал Саша Корнячук, представлял грабли, нет, и так далее, и так далее, да, то есть все было по амазону. Второй форум, это уже немножко идет другое смещение, да, у нас была Укрпочта, как отличный в принципе партнер для тех, кто отправляет небольших количеств товар за границу, да, и опять-таки, либо за границу, либо там, опять-таки, конкретно в те же штаты. У нас был Андрей Худай-Назаров, конкретно по упаковке, достаточно востребованный вопрос, опять-таки, бездутно-харизматичный спикер, он обалденно выступил. Была Заряна Слепец, которая выступала по мерчу, да, рассказывала, то есть мы потихонечку пытаемся это расширять, был Женя Сазанский по Shopify, да, и так далее, и так далее. Этот форум у нас еще немножко идет расширение, потому что мы уже касаемся кикстартера. Кикстартер, для меня, кикстартер, он намного более ближе, и намного более ближе вот это вот поведение с товаром, потому что, ну, скажем, я сторонник того мнения, что private label перенасыщает рынок и ничего не приносит хорошего клиента, да, потому что, ну, как бы это ни было, чаще всего процентов 90, это взять одно китайское говно, прилепить к нему бантик и продавать тоже китайское говно. Никто ничего нового на рынок не привносит, абсолютно. Кикстартер именно это и дает. Когда ты думаешь своими мозгами, когда ты что-то придумываешь, когда ты решаешь какую-то проблему клиента, да, и так далее. Что касается еще, да, опять-таки спикеры. Вот, в последнее время появилось очень, за полгода появилось безумно москучный вопрос, горячий, да, во-первых, это те же инвойс. По инвойсам непонятная ситуация, как дальше работать, да, то есть, как людям этот вопрос решать. Да, понятно, это нелегально, это вопрос, который осветить всегда надо, это вопрос, который интересует людей. И, соответственно, Максим, это, ну, скажем, на данный момент, я не знаю, в принципе, человек, который более профессиональный в этом вопросе, больше знает и больше разбирается. И, опять-таки, лучше никто не сможет рассказать на эту тему, чему. То же самое касается вопроса по налогам. Да, очень многие задаются для себя этим вопросом, особенно вот с этими всеми селс-таксами, с этими изменениями в законодательстве, потому что не никому непонятно, что вообще происходит, что я должен платить, что я не должен платить, куда я должен платить, оформлять компанию, не оформлять компанию и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, тут Элина Лендерман, безумно полезный спикер, обалденная информация, многим хотя бы по полочкам приблизительно размножить, что, где и как происходит. Следующее, это Сережа Ткаченко и Дима Циблин. Они расскажут вообще свой личный опыт, да, вот опять-таки, тоже очень серьезный вопрос, потому что сообщество потихонечку подходит к тому, что компанию такие открывать надо, такие нужно переходить в белую, да, такие нужно как-то себя обезопасить и так далее. Отличные два спикера. Опыт их сумасшедший, да, и, в принципе, на текущий момент они одни из самых опытнейших в этом вопросе, и люди после их поступления отлично для себя поймут, надо им эту компанию, не надо, если у вас там, грубо говоря, прибыль в месяц, там, тысячу, две тысячи долларов, а может вам компания нахрен не нужна, смысл вам создавать какой-то себе геморрой, да, и так далее, и так далее. То есть, а если у вас там больше объема, они увидят какие-то перспективы, да, они увидят какую-то перспективу для масштабирования, для белого легального масштабирования, для белого дропшиппинга с официальными инвойсами, с договорами, для оптов, полсейла, дистрибьюторы и так далее, то есть люди конкретно для себя это все поймут. То есть, к чему ведется мой посыл? Мы стараемся освещать те вопросы, которые, с одной стороны, очень актуальны непосредственно в нашем сообществе, да, и плюс расширять немножко географию вне Амазона, потому что не Амазон аминьки, да, к сожалению, да, потому что Амазон, в принципе, монополизировал практически все, но деньги можно зарабатывать еще в каких-то других местах, и как-то выходить на Амазон как-то с другой стороны, с другого входа. Ну, лично у меня, например, такая вот позиция. Ну, это понятно, что в любом случае. Ну, я тебе еще говорю, уже спикеры, даже вот ты сейчас сказал, уже они повторяются. Вот, они повторяются не на одном форуме, понимаешь? И в конечном итоге просто реально, реально, да нечего там рассказывать, но вот я тебе свои говорю, вот все вот эти вот вещи со всеми общались, ну просто в конечном итоге реально большой дефицит. Вот, второй момент, сколько времени вы спикеру даете? Вот, например, по налоговому учету, сколько у него времени будет? Час, два, три, сколько? Он за час, за сколько, сколько ты вообще, это самое? Два часа. Два часа? Два часа? Ну, хорошо, ну за два часа, может, расскажешь тоже, вот очень, очень ограничено. Очень часто, главное, чтобы не переходил форум в рекламный пост, я вот юрист, я вот все знаю, вот сейчас я вам все расскажу, вот дождитесь 129-й минуты, все будет на 129-й минуте, все закончилось, вот мой, вот мой сайт. Обращайтесь по сайту, да, там, консультация. Ссылка, вот это, ребята. Да, 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 ну как я помню, вот я честно могу сказать, первый форум у Селскаба, я помню, классный этот, вот единственный, который мне понравился, это зонбласт, я как раз в тот момент, он опять попал в мою болевую точку. Я, как бы, не мог продвинуть, я не понимал, то есть, как работал, она только товар привез, я вот это смотрел. Но когда я потом пересматривал через, там, даже уже через три месяца, когда я все понял, как это зонбласт работает, что у них там суперссылка была, когда они тупо раздавали и индусами подвергивали. То есть, там люди преподносили это, как, я не знаю, как космический корабль в небо запустить, ну, то есть, чистый-чистый разводняк просто, вот, ну, это опять, ну, это неправильно я сказал слово, неправильно, это бизнес. Это бизнес, чтобы заработать денег, то есть, человек приехал только с одной целью, отрекламирует свою компанию, вот, и получить себе клиент, все, вот, из-за этого у американцев они все такие, е-мое, тут почасовая оплата, там, у них там, ну, все по-другому, то есть, менталитет совсем другой. Я вот разговариваю с ребятами, все говорят, американцы, это вот, вот у нас говорят, блин, надо курс в американском, надо учиться, блин, с ребятами разговаривают, они говорят, вообще ничего не разговаривают, они это жуют там, е-мое, вату, блин, информация ноль, информация ноль, одна демагогия. У китайцев на форумах, вообще, человек на английском пишет вопросы, там, говорит, сколько информации дает. Я уж не помню, там, чьи на Amazon, что у меня на днях товарищ говорил, форум. Там, говорит, просто, задаешь вопрос, и нормальный ответ дает. На совсем другом уровне. Ну, то есть, я вот, я говорю, мне реально некогда этим заниматься, но вот интересно. Из-за этого в каждых странах по-разному. То есть, сообщество в разных странах работает по-разному. Почему, например, я могу сказать конкретно на примере онлайн-арбитража. Почему опыт американцев нам будет во многом неактуальнее. Ну, он белый, там, наверное, все-таки. Ну, я, например, работаю в белую. У меня есть инвойс, у меня есть нормальные посещики. У меня, в принципе, проблем никогда не возникало. Я к чему? К тому, что, например, вот возьмем нашего продавца и возьмем продавца американского. У нашего продавца что? Что является главной ценностью? Это каждый листинг. Это что на каждом листинге была максимальная наценка и так далее. Почему? Потому что у него ограниченные средства. Ну, естественно. 5, 10, 15 тысяч долларов, да? И это его деньги. Либо он где-то у кого-то одолжил там под 3% в месяц, да? Либо еще что. Берем теперь американского продавца, да? Который живет в Америке. Он является гражданином США. У него есть кредитная история, кредитный скор, ну, грубо говоря. Ну, мы все понимаем. То есть, у него дешевый доступ до ресурсов. Да. И он, у него есть ресурсы, да? То есть, для него не составляет особых проблем привлечь 50, 100, 200 тысяч долларов. И что мы получаем в такой ситуации? То, что он, привлекая эти деньги, ему пофиг на каждый день лист. Он завез 100, 200, 500 наименований, всем поставил репрайсер, что-то продается в ноль или маленький минус, что-то продается в хороший плюс, общая картина прибыли. Ну, понятно. Короче, что и горизонт инвестиций. Да, да. Если он даже в 200 тысяч, имея там 10% ROI, да, то группа ряд 20-ку в месяц, то есть, у меня почему бы нет? Вот это. И поэтому американский опыт, он, ну, крайне, крайне, скажем, ну, он не будет особо там актуальным для наших продавцов. Поэтому на них ориентироваться смысла нет. Ну, это, опять-таки, я говорю... Да нет, все правильно, я согласен. Если по private label, private label, конечно, то есть, все приколы там с выдачами, отзывами и так далее, это, понятно, так китайцы. И индусам, да, пакистанцам кому-то, кто там еще председатель. Вот они в этом плане сир. То есть, как наклепать аккаунтов, как на аккаунт там за 5 минут наклепать 10 тысяч лисингов, это все китайцы. Американцы это белое и с привлечением ресурсов. То есть, а мы это вообще отдельная тема, мы, по-моему, впитали там, грубо говоря, все, что может. То есть, русскоязычный комьюнити, ну, вообще, это по-своему работа, да, и... Ну, да, я из-за этого говорю, что в разных странах по-разному, и представления разные, и опять всякие там моменты. Например, опять-таки, возвращаясь к форумам, да, вот у нас на текущий момент то, что мы с тобой говорили, по сути, собираем людей, это Sales Hub, и, по сути, собираем людей мы, да. И у нас абсолютно... Многие говорят, что, там, грубо говоря, вы с Sales Hub конкурируете. Нет, они конкурируют. Почему? Потому что у нас абсолютно разные подходы, да. То есть, у Sales Hub в основном это привлечение людей с заграницы, да, с США. То есть, они там очень много там спикеров, именно американцев, приглашают, миллионеров и так далее. Да. У нас немножко другое. Нас мы с этого и начинали. То есть, с чего все вообще началось? С того, что Олег Белоногий 30 марта 2017 года собрался в Киеве, да, и мы, грубо говоря, вне Facebook пообщались. И с этого все и пошло. Оттуда дальше идет. То есть, мы берем людей, которые являются известными в Facebook, да. То есть, мы собираем людей, которые есть... То есть, мы, по сути, пытаемся собрать тусовку вне Facebook, да. То есть, живую, чтобы люди могли пообщаться. Да, опять-таки, тот же Артем Куршун, он достаточно известный, и многие хотели бы с ним лично пообщаться, а зная, в принципе, как с ним поговорить, это часами, да, с ним невозможно прекратить общение, да. С тем же Пашей Миланевичем будет очень много кому познакомиться, с Боди Детленко. То есть, очень, действительно, с Евгением Шестаком очень много кто хочет познакомиться. И, опять-таки, это, кстати, каждого отдельного спикера, потому что живое общение, это живое общение. И это, опять-таки, это наши, да. То есть, если у Sales Club это американцы, да, у них интересный опыт, они миллионеры и так далее. Но у нас есть немножко другой, у нас тоже есть опытные люди, и мы именно их и приглашаем. То есть, те люди, с которыми мы общаемся, каждый на Facebook, которые делают какие-то посты, которые выкладывают это контент-группы, мы пытаемся их вот перетянуть и дать вам уже с которым пообщаться вживую, получить энергетику от людей, получить вообще общую энергетику от самого мероприятия, познакомиться между собой. Да нет, да это все понятно, весь формат понятен. Там мотивация, а здесь приближенная к этому. Тоже мотивация? Тоже мотивация? Нет, мотивация согласен, но я имею в виду, там чисто мотивация и все, потому что в первую очередь здесь заточено на другое. Я согласен. Ну, я все равно, я остаюсь перед своим, количество спикеров ограничено и популярных, известных, с теми, с кем хотелось бы пообщаться и так далее, все равно ограниченное количество и, ну, как бы это, хотелось бы, конечно, искать. Я просто не понимаю. Должны быть интересные люди, которые могли бы сюда затаскивать тех, которые нам были бы полезны, а им бы полезно было заработать на этом. Наверное, так. Я говорю, я вообще не понимаю, я ни одного лайва не провел ни с одним производителем мощным. Ну, просто производитель. Вот, блин, вот мы здесь ищем, реально, мы продавцы, правильно? Мы продавцы. И мы, блин, я не знаю, тут просто землю роем. Как получить эти отзывы? У нас есть канал сбыта. Амазон. Мы понимаем, что можно продавать и через сайт, и через другие вещи. Абсолютно. Есть модели другие. То есть будут лишние деньги, я в любом случае буду сам, то есть вот сейчас мы проект запустили с Алланом, арбитражом, будем проводить разные варианты. Ну, то есть разные схемы и тебе, скорее всего, обращусь и так далее. Вот, просто есть какой-то там определенный инвестиций, надо, соответственно, пробовать и учиться. И я хочу этим опытом в идеале воспользоваться для развития, ну, общего этого бизнеса. Потому что я тебе могу сказать, что представление о привате такой же кривой, как у меня представление о дропе. Вот, потому что это неправильно. На самом деле, то, что перепродают все одно и то же, я тебе могу сказать, если бы не покупали, знаешь, была бы какая-то причина, понимаешь? А почему покупали? Я тебе могу сказать, почему покупали. Потому что вновь... Внешний инвестиций... Нет, нифига. Нет, совершенно не так. И не манипуляции, ничего. В огромных количествах нишах, как бы то ни было, ты изменяешь продукт, ты улучшаешь, ты улучшаешь фотографии, ты улучшаешь тексты, ты постоянно оптимизируешь. Это даже, даже, даже то, что есть, даже то, что есть. И все равно улучшаешь оффер. Назовем это так. Не продукт. Я на данный момент это все улучшил, с этим разобрался, понял, что, блин, нахера я столько мучаюсь, если я могу еще улучшить... А, кстати, понимание мое, например, о фотографиях, о всех этих вещах постепенно тоже чуть меняется. Усовщина меняется. А понимание, что хорошо, что плохо, что продаж не происходит. Это все на опыте постепенно меняется. И ты вроде смотришь на одно и то же год назад и сейчас, и это меняешь. С упаковками изменяешь. Но это, говорю, улучшаешь постоянно оффер. И когда ты доходишь до какой-то критической точки, вот на данный момент, я планирую, наверное, весной все-таки доеду я до Китая, начну уже Китаем заниматься. То есть я уже начну заниматься, уже продуктом. Сначала я начну понимать, разбираться вам, кто мне что делает. Посмотреть, что они себя представляют, есть ли у них возможность улучшить, есть ли куда двигаться и так далее. Посмотрю аналогов, буду, соответственно, это, то есть, постепенно всем, постепенно буду его изменить. Ну, то есть, понимаешь, это эволюция, это не революция. Невозможно просто взять вот так по щелчку пальца и побежать там. Вот, например, там ребята взяли там, определили хорошо продаваемый товар, взяли его, соответственно, отдали промышленным дизайном, то есть, вполне возможно, что может быть слишком быстро, может быть, там испытания мало, определили еще что-то, какие-то проблемы все равно выйдут. Неважно. И Кикстартер проблем показывает. На Кикстартере куча мусора и куча схем, которые, например, востребованы. На Кикстартере востребована определенная группа товаров исключительно. Там, для гигов, там, для этого, а, например, какой-нибудь товар для хендмейда уже можешь не востребованы. А, например, там одежда может не востребованы. А одежда с аккумуляторами, чтобы там, я не знаю, нагревать там от солнечной батареи, будет востребована. То есть, моментов очень много, и это надо понимать. Вот, и мы над этим и работаем. Из-за этого, у меня реальный голод, реальный голод на специалистов, которые извне. То есть, вот, например, у меня мы сейчас вот с ребятами работаем, мне там сайты помогают. То есть, они спецы в своем. В чем я не разбираюсь. Я, соответственно, в этом помог. Они там в этом. Вот. Другими там общаюсь, третьими там. Кто-то там, я не знаю, там в Даркнете работает, кто-то там работает, я не знаю. Там, блин, эти модных названия уже забыл. То есть, вот, чем больше, даже вот говорят, вот, зачем-то ученики. Да ученики, е-мое, куча учеников, они суперкрутые в определенных вещах. То есть, они приходят же не просто так на Амазон, а основная масса. Они очень много чего знают. Просто специфику Амазона и вот, и многим просто говорят, мне времени нет разбираться. Вот сейчас садиться и с нуля вот все это разбираться. Я занимаюсь своим делом. Мне надо, соответственно, чтобы меня направили, определили, и начинаешь. И потом, я на данный момент больше получаю от этого сотрудничества, потому что я получаю новые знания, и мы вот это работаем. Да, можно объединиться, да, можно эти усилия объединить и так далее. Но это, естественно, крутая тема. Вот, из-за этого я говорю, вот у меня реально сейчас голод именно вот на это. Ну, ко мне ни разу не обратился ни один производитель. Ни разу я. Чтобы, например, сказать, ну, тебе не нужен мой товар? Ну, в Ютьюбе же он видит, вот мы с тобой встречаемся, например, кто-то этот видео может посмотреть. Реально, я там, я не знаю, шью, блин, чехлы для телефона, хрен с ним, пускай уж там. Это, конечно, угарно будет, я мой, кто придет своим чехлами для телефонов, конечно, даже я, наверное, не возьмусь. Чехлы для телефона, конечно, мощные. Да, мощные, да, кто придет, скажет, блин, я вот из кожи, там, я не знаю, горного козла, вот, с добавлением чего-нибудь, а шью вот эти вот там чехлы, органик, вот, короче, там, противударные и водостойкие. Короче, ну, в любом случае, мы реально ищем по своим трудам, а попробуй, попробуй, например, после сделать по группе ищем производителя, там, не, я, я все понимаю. Такие же, такие же люди много, я знаю, что вот Артем Коршун, он, в принципе, занимается таким, что он определенные, скажем, определенные, пределные, зрители вытаскивают на Амазон и с ними таким образом работают. Да нет, нет, это просто не все знают про Амазон, а в Украине, на самом деле, в России, понятно, в России про Амазон вообще никто не знает. Такое ощущение. Ну, в принципе, доля правды в этом есть. Потому что, в Украине намного больше двигают, чем в России, это 100%. Вот, тут и говорить нечего. Я тебе не об этом, мне, это им надо, мне-то что, если бы я искал себе работу или там, кого-то мне продвигать надо было, то да, на данный момент я это нещу. И те к тому, что, это то же самое, я сейчас рекламу буду давать, чтобы людям помочь, что ли, то есть, ну, как-то это нелогично. Я тебе просто говорю, что с внешнего трафика люди, которые могли бы, например, продавать свои услуги, продавать свои товары, что-то еще делать, их очень мало, то есть, достаточно очень узко ограниченный сегмент. Да тот же Google, тот же там AdWords настраивать, практически никого нет. А специалистов в России огромное количество, там в Украине и так далее, которые там, я не знаю, за гринвы, за рубли работают. А в чем проблема-то, на американском рынке свои силы не попробуют. Понимаешь? причем работают за копейки. Да, ну, многие уже, многие уже, тот же Некос, он говорит, я только работаю с Америкосами. То есть, он уже до этого перестроился или в этот момент перестроился. То есть, а вот ребята, которые работают с этим, у нас здесь вот это рекламируют и все вот это. А тут вот спрос реальный, вот там 20 тысяч групп людей, из них там, ну, как минимум, там, несколько тысяч точно активных продавцов, у кого это востребовано. я вот не вижу предложений, ни разу в группе не было там, я там специалист настройки там, или я специалист, у нас один лайв был по Инстаграму, один лайв. Год прошел, мне все пишут. А Илюха-то в тот момент они не набрали группу и не стали этим заниматься. Год пишут. Да, мало, да, потому что не созрел клиент, клиент не готов. Вот. Но вот эти все вещи... Проблема в том, что когда, смотри, у нас, например, сообщество очень интересное в том плане, все равно остается, к сожалению, большое количество наивных людей, которые идут там к непроверенным людям, где-то увидели какой-то пост, да, и пошли. Но в большинстве своем, если людям нужна какая-то услуга, они куда обращаются? Не обращаются к группе, они обращаются к знакомым, да, то есть они идут к проверенным людям, да, для того, чтобы не попасть на мошенников. А мошенников, к сожалению, у нас много, и их будет все больше и больше, которые просто, скажем так, ну, сейчас персонажей достаточно много, которые там выкладывают, там, что-нибудь, карточки оформляют, еще какую-то фирму, да, там уже фирму будут организовать, а потом, по сути, в итоге, я буду кидал его на деньги. То есть вопрос в том, чтобы не попасть на такого человека, который предложит офигительную услугу, соберет деньги, да, и пропадет. Поэтому, люди, ну, вопрос в том, что надо просто выцепить этого специалиста, да, и попробовать его дать в массы, чтобы было понятно. Ну, это многие, я тебе говорю, многие к своему телу, к своему телу откладывают и их не раскачивают, потому что они или зажрутся, многие, вот, логика, у многих, они говорят, просто зажраться просто могут, говорят, просто вот он делает фотограф, там, за 100 баксов, а сейчас вас засунешь, здесь средний ценник, там, 300 баксов, он посмотрит, у меня такая ситуация была с 3D-рендером, ну, вот, то есть, цена просто с 50 долларов поднялась, там, постепенно, 150, 200, 250, и все, и привет, так что тут есть много всяких моментов, но они сами не приходят, то есть, вот, вот, что еще, как-то вот это самое, может быть со временем, ну, сейчас, если я говорю про форум говорить, это вот, в любом случае, на форум все-таки надо, конечно, что-то интересное, сложно все это. Постоянно, постоянно над этим думаю, ну, смотри, когда работают, если о форуме думать, не коммерческом? А? Работают-то когда, если только думать об этих форумах? Нет, ну, смотри, я тебе так скажу, тоже у меня форум, это безумное освещение, ну, честно, он меня очень сильно заряжает, это действительно мое хобби. Если бы это было коммерческое, это было совсем по-другому, да, то есть, все люди, которые посещали форум, они могут сказать точно, что никто ни на чем не экономил. Нет, я говорю по времени, я говорю именно, сколько времени на этом ходить. Если это профессионально, что, дело же не в том, что мы зарабатываем или нет, дело в том, что если я на этом зарабатываю, значит, я на это могу больше времени потратить, значит, мне не надо зарабатывать в другом месте, я вот о чем то что я так говорю я удивляюсь что столько времени вот на это все потратить и смотри она придает энергии чтобы я зарабатывал других отрасках но позже самое интересное понимаешь каждый сходится по-своему у меня такое хобби наш и в принципе возможно зарабатывать и действительно с этого можно будет зарабатывать но это будет непорядочно по отношению сообщества если это все сделать коммерческим просто пытаться сэкономить на всем там это будет не то знаю что есть все-таки у меня например позиция такая более скажем быть порядочным людям и все-таки давать им то что они хотят за эти деньги которые в любом случае по поводу спикеров всегда думать то есть понимаешь всегда хочется чтобы опять-таки почему мы не приглашаем спикеров подряд потому что это за полгода у спикера не набирается тот контент чтобы люди не пришли потом и не сказали бы ребята мы это слышали полгода назад то есть с другой стороны вот например вот мы сейчас пригласили во второй раз то есть на первом форуме выступал Олег Белоногий Максим Дубиниц Артем Порошун почему мы их пригласили потому что с тех пор у них появилось и добавилось достаточно много контента да и безумно интересно послушать особенно интересно послушать Артема каком готовит скажем так вот этот бизнес на Амазоне готовит к продаже ну по крайней мере у него тогда была такая идея то есть поплатит бизнес его продать и очень интересно проследить что из этого получилось именно вот на этом мероприятии да то есть расскажет там удалось продать не удалось. Если удалось, то как? Сколько? Если не удалось, то почему? То есть я не буду раскрывать полностью, что Кобмирует рассказать, но это будет безумно интересно. Те, кто присутствовал на первом форуме, очень интересно будет, чем, грубо говоря, за год посмотреть, что произошло. То есть тематика, которая была начата еще год назад, немножко больше, чем год назад, какое оно продолжение логическое получило. И поэтому достаточно интересно. То есть постоянно думаем о контенте, знаешь, постоянно спрашиваем, что люди хотят, с кем можно поговорить, там. Уже, опять-таки, за счет того, что растет какое-то имя, люди сами начинают обращаться, да, и предлагают какие-то свои учебники, да, то есть, смотрите, я могу про это рассказать, про это рассказать, про это рассказать. Ну, уже, опять-таки, уже когда тебе какие-то предложения покупают, ты уже можешь выбирать, да, и, например, интересно, ну, выбрать кого-то вот из тех, которые сами предлагают, потому что они, в принципе, тихие. Лично мне еще безумно интересно вытаскивать тех людей, которые не известны в сообществе, да, то есть, они, скажем, делают мало постов, там, либо, там, не верят в актуальность своей информации, и потом они выстреливают очень просто, правильно, например, самое яркое, это было с Ромой Спрехером, он мне даст соврать, что я ему когда написал, предложил ему выступить на первом форуме, он сказал, что, ну, а что я буду рассказывать, о чем я расскажу, там, и так далее. Но, как Ромка потом взорвал, какое это было крутейшее выступление, насколько было классная подача материала, и, ну, Ромка, по сути, действительно очень круто состоялся как спикер и как специалист, и все мы видим, к чему это привело, и, в принципе, действительно, ну, возможно, нескромно буду сказать, но вот форум визитенно его раскрыл, да, и вот мне, например, интересно находить именно таких людей, специалистов, таких тихих, которые потом вот так истреливают. Поэтому, если у кого-то кто-то будет такой, да, обращайтесь, кто хочешь высказать, рассказать все свои секреты, людям помочь от души. Да. Так, ладно. Это всегда интересно. У нас тут несколько человек есть. Вопросы, да, давайте. Сейчас мы свои отбомбили, чтобы не затягивать. Может кто-нибудь голосом, если кто хочет, микрофон слева внизу. Никто, я, видимо, не хочет. Ну, я, в любом случае, там еще, если что, можно всегда мне написать. Либо там под постом, либо еще где-то, скажем, вопросы, как будет. Хорошо, в принципе, я думаю, что мы все обсудили. Ну, да, то есть, лимон, в случае. Мне информацию донесли, а потом, я так понимаю, ты еще видео выкладываешь, да? Да, я еще в YouTube все выложу. Ссылку на форум скинь мне в личку сейчас. Что-то надо на... Сейчас тебе скину. Слушай, я тебе еще скину в личку видео более лучшего качества, потому что оно, мне кажется, вот это немножко размытое. Да, нормально, все отлично. Звук отличный, все отлично. Так что, не важно. Не, не, я имею в виду в группе, в группе именно размытая картинка. Вот это вот то, что ты мероприятие создал. Мне кажется, он низковатого качества, я сейчас в личку скину. Так, значит, тебе в личку надо что-то? Да мне просто ссылку на форум. Сейчас я в YouTube выкладываю, и, соответственно, кому будет интересно, в комментариях и в описании будет ссылка на этот форум. Когда числа данные, расскажи, когда это будет происходить, воскончение. Напоминаю, форум будет проходить с 19 по 21 сентября этого года. Будет проходить в Одессе. Офлайн листа, к сожалению, на данный момент уже все распроданы. Если что-то освободится, мы обязательно об этом сообщим. Но мы организуем онлайн-трансляцию. В принципе, всем, кому интересен контент, всем, кому интересно прикоснуться хоть немножко до нашего мероприятия, зарядиться энергией, контентом и атмосферой. В принципе, все всех приглашаем на онлайн-трансляцию. И вся информация об Одессе будет находиться на нашей странице. Ссылка. Если есть какие-то вопросы, всегда вы можете написать мне, либо от самих организаторов, либо написать на странице. И всегда ответим, всегда поможем. Ссылку, да, в личку, в Facebook просто скидываю. В принципе, если и вопрос есть, мы еще минуту повисим. Да, пока я тут ссылки собираю. Ко мне, Коле. Это у тебя может играть? Нет. Это здесь. Микрофон включен был. Я тебе скинул ссылки на стремительные мероприятия, на фотографии, анонсы, на расписание и онлайн-регистрацию. И я тебе скину вот эту картинку в хорошем разрешении. Хорошо. Ну, в принципе, всем, кто пришел, спасибо. Да, всем спасибо, да, за просмотр. Всем удачи. Да, всем хорошего дня. Больших продаж. Чтобы Amazon разглючился, наконец-то. А то второй день уже пошел. Ну, да. Да. Ну, окей, да. Тебе с Андреем, господи, Андрей, помню. Денис, тебе большое спасибо за информационную поддержку. Все. Зачем? Да, там по арбитражу можешь написать. Ну, в любом случае, на связи. Договорюсь. Спасибо. Всем хорошего вечера. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.